Приветствую вас и давайте разберём ваш вопрос, точнее, ваши несколько вопросов, которые вы задаёте. Первое. Если ко мне будут относиться с доверием, является ли для меня ресурсом? Ну, в зависимости от того, что понимать под ресурсом, в зависимости от этого ответы, конечно, могут различаться. Если ресурсом является, точнее, если как ресурс рассматривать какую-либо деятельность, а доверие рассматривать как один из аспектов такой деятельности или процесса деятельности, то да, это может быть ресурс. Например, если цель психолога помочь человеку разобраться в себе, в себе, да, лучше, например, себя понять и так далее, то доверие является ресурсом для психолога в том числе, чтобы помочь клиенту. Это верно. Это ресурс. Если речь идёт о личности, например, если речь идёт о том, как принимать это на свой счёт, например, или не принимать на свой счёт, то, что... Однозначно с доверием или нет. Это нельзя воспринимать как ресурс, потому что в данном случае получается, что ваше психологическое состояние зависит, 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 зависит прямо или косвенно от другого человека, что, на мой взгляд, является недопустимым. Дальше, вообще, почему это является ресурсом? Если мы берём первый вариант, я объяснил, если мы берём второй вариант, то здесь всё довольно просто. Это человек получает для себя, чтобы в том, что люди к нам относятся доверяем. То есть человек используют это для того, чтобы лучше себя чувствовать. Например, увереннее, например, в безопасности. Например, более комфортных, то есть то, что человеку не достаёт, то он в принципе и склонен считать ресурсом. Ну, не считать даже, а чувствовать. Чувствовать как ресурс. Тут особо считать не получится. То есть либо ты чувствуешь, что то или иное является для тебя ресурсом, или ты этого не ощущаешь. Вот. То есть такой момент. Почему мне становится от этого иногда лучше? Ну, опять же. Человек... Что? Человек получает облегчение. По сути дела. По сути дела. То есть, вы, например, получаете облегчение, когда вам нужно доверить. Вот. Ну, например. И это значит, что для вас доверие в целом достаточно важно. Ну, вопрос, конечно, заключается только в том, чем доверие для вас важно. Важно. Ну, конкретно. Чем. Чем для вас доверие важно, например. Это вот то, что очень сильно влияет на поведение человека. На то, как он себя ведет, на то, как он себя, там, профессионирует, да, и так далее. Ну, к сожалению. К сожалению. Я не говорю, что это хорошо, но вот, к сожалению, это так. Дальше. Следующее, на что хотел бы обратить внимание, да, это то, что вот вы, как бы, описываете, да, очень похоже, к сожалению, на попытку рационализировать ваше... Ваше проблемы. К сожалению. К сожалению. Очень похоже, что вы пытаетесь просто рационализировать это. То есть, с точки зрения, вот, а, ну, с точки зрения каких-то мыслей, с точки зрения каких-то убеждений и так далее. Это понятно. Это понятно. Хотя это так не работает. К сожалению. Или к счастью. Я не знаю. Кстати. Вот. Я думаю, что каждый для себя это определит сам. Вот. К сожалению. Или к счастью. Но, вот, то, что вы становитесь зависимым, когда что-то подобное происходит, это вот факт. И факт это совершенно очевидно. Вот. Ну, вот, в принципе, наверное, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно. Не пытайтесь уходить в какую-то рационализацию, да, не пытайтесь уходить в какие-то осмешления. Не пытайтесь, пожалуйста, уходить. Это вам ничего не даст. Хорошего. Совершенно. Точно. Потеряете много времени. Вот. И в итоге останетесь, останетесь, по сути, ни с чем. Вот. Так что я бы рекомендовал вам, конечно, в этой парадигме больше обратиться к психологу. Да, то есть, если вы, ну, к примеру, сомневаетесь в себе, вот, что с этим надо работать, с этим нужно что-то делать. И тогда, в общем-то, ситуация будет потихонечку возвращаться. Вот. Тут же нужно понимать, что, как бы, не сразу это все будет, то есть это определенный процесс работы, вот. Ну, тем не менее. А вот, примерно, то, как я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. Примерно. Это не совсем точно все, потому что для более точной информации нужно с вами поработать, для более точной информации нужно поисследовать. Вашу проблематику. Вот. И после этого уже смотреть, что дальше. Ну, то есть, можно, можно ли вам помочь, если да, то как можно помочь вам? Вот. Вот. Вот как-то, как-то так. В этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи и надеюсь, что ситуация будет разрушена. Спасибо за внимание. Продолжение следует...